Ну вот сейчас начинаем с новостей из США. Суд присяжных признал Романа Селезнева виновным. Его обвиняют в кибермошенничестве, взломе компьютеров и краже данных. Адвокаты уже подали апелляцию. Дело вызвало резонанс благодаря обстоятельствам задержания. В 2014 году россиянин был схвачен агентами секретной службы на Мальдивских островах и вывезен на территорию США. Только вот договора о выдаче между странами нет. МИД России называет всё похищением. А есть ли доказательства вины, разбирался Руслан Слепцов. Виновен по 38 пунктам из 40. Кибермошенничество, взлом защищенных компьютеров, кража персональной информации. Ущерб на 170 миллионов долларов. Возможный срок 34 года тюрьмы. Окончательный приговор 2 декабря. Ни по одному пункту обвинения Селезнев виновным себя не признал. Адвокаты подают апелляцию. А это мнение отца Селезнева. Для меня это был абсолютно предсказуемый вердикт. За два года небольшим всего этого кошмара для моей семьи стало и для меня в первую очередь стало очевидно, что судебная система Соединенных Штатов, она абсолютно импотентна и может только насиловать. На чём я основываюсь? На том, что не имея никаких доказательств по существу, собирается суд присяжных. Из 13 человек, более половины признались, что они сталкивались с хатерами, являющимися непосредственными жертвами. Ну и теперь представьте, как могут статьи присяжные вынести объективный вердикт. Наоборот, от этих присяжных необходимо избавляться ради людей, которые могли бы независимо, беспрестастно выслушать доводы защиты, доводы прокуратуры, обвинения и прочее. Ну а по большому счёту, даже если в американской стране есть какие-то претензии к моему сыну, это не является основанием воровать моего сына. По поводу воровства не эпитет. Летом 2014-го Селезнёв с семьёй собирался лететь домой после отпуска на Мальдивах. Его схватили в аэропорту, посадили на частный самолёт, арендованный спецслужбами США. При этом договора об экстрадиции с Мальдивами не было. Получается похищение. Ордера на обыск вещей и осмотр ноутбука также не было. Компьютер включили ещё в пути на американскую территорию Гуам. То есть информацию о нём могли править. А ведь ноутбук — это главное вещественное доказательство страны обвинения. Прокуроры впоследствии заявили, на жёстком диске компьютера в момент задержания нашли более полутора миллионов номеров кредитных карт, хакерскую переписку, пароли к аккаунтам хакеров. Мы доказали, что компьютер, якобы изъятый у Романа в момент его похищения, не был защищён. Он был оставлен в включённом состоянии на 20 дней. И всё это время он был подключён к сети и мог получать и передавать сообщения из внешних источников. То есть доказательства просто нелепые. Это предстоит доказывать на апелляции. Если и это не получится, защита Селезнёва не исключает. Возможно, придётся вести переговоры о его обмене. Это соответствует Конвенции Совета Европы. Руслан Слепцов, Вести.